Значит, у нас Ханука, пятая свеча. Как известно, праздник Ханука называется праздник Хагуринь, праздник огней. — Я вообще, вот любимая моя тема, которую я всегда люблю, стоит в том, что я всегда напоминаю Хануку, что смысл названия слова Ханука, это имеется в виду Ханука Гамисбех, а именно первое использование жертвенника. Ханука новоселье в современном языке довольно узко, но дело в том, что Ханука может применяться в библейском смысле к чему угодно. Вот в колхоз прибыл трактор, и сегодня Ханукадга трактор. Первый раз торжественное такое мероприятие по случаю первого использования трактора. Можно и так говорить, теоретически, по крайней мере. Так вот, я вот в чему. Праздник называется праздник Уриим. Там есть много объяснений, но одно из них довольно существенно. У нас в Торе, в Танахе, извините, есть три описания Ханука Гамисбех, торжественное введение жертвенников струн. Первый раз в пустыне, в книге «Воекра», третий раз в книге «Шмуэлей», в книге «Хроник» – это освящение жертвенника во времена Соломона, когда новый храм жертвенник. И еще одно перед этим – это жертвенник, который построил Давид на Гумне-Аравне, или Арно, Арвона, Аравне. Значит, собственно, Гумна – это площадка, где происходит, обычно молотят урожай. Его надо молотить, отдельная тема. Значит, он его выкупил, там поставил жертвенник и принес жертвы всесожжение и мирные жертвы. И, значит, во всех трех случаях, во всех трех описанных случаях, есть одно очень важное описание. Спустился огонь с небес, и Ахаль съел, пожрал, сжег жертвы всесожжения и туг жертв шламин, которые приносит на жертв. То есть вообще правило выглядит следующим образом, что огонь на жертвеннике должен быть соединением огня небесного и огня земного. Коэн разжигает огонь, а огонь, который вот этот первый раз при освящении жертвенника спустился с небес, это небесный огонь, и его поддерживают непрерывно. Эш-тамит-тукат-альгамисбэх-логих-кэ-бэ, кстати, фраза, которую рекомендуют произносить те, кто опасается забывчивости. Эш-тамит-тукат-альгамисбэх-логих-кэ-бэ. Не спрашивайте, почему это такая? Вот фраза для этого, среди прочего. Так вот, я это к тому, что праздник в Рим, в Хануку, это надежда на два огня. Один огонь земной, который зажигает кое на жертвеннике, один огонь небесный. Как бы надежда на будущее возвращение жертвенника и его освящение, как положено, как оно описано в Танахе. То есть два огня, верхний и нижний, земной и небесный. Вот это где-то вот к этому идет. Поэтому, среди прочего, поэтому праздник огней, праздник огней, двух огней. Вот так вот. Проповедь, так проповедь, как положено. Когда храм будет восстановлен в скорости в наши же дни, то, как известно, восстановление храма начинается не с восстановления здания, а с восстановления жертвенника. Во всех случаях жертвенник раньше. Вначале жертвенник, потом храм. Во втором храме, кстати, тоже началось жертвенник, а потом храм. Именно так, именно в этом порядке. Вот. Ну вот. Ну вот. Слушайте, а народ не придет, потому что у нас Ханулка, как я понимаю, там мероприятия всегда разные, нет? Возможно. Может, кто-то на каникулах, на отдыхе. Действительно. Все равно делаем вид, что тот, кто не услышит, услышит записи, да? Ну, давайте. Значит, я обещал рассказать о том, что произошло во время диспута. Вот предыдущий был диспут Париж, а этот диспут Барселона. Разница между ними 23 года. И там, на самом деле, в диспуте в Барселоне принимает участие другой человек, главный северийский север, там Рамбан. И хотя он тоже работал в Парижской Ешили, как и его предшественник Раде Ехейль, но как личность Рамбан будет посильнее, что называется. И как мыслитель, но это крупный очень мыслитель. Вот принципиально другой. В диспуте в Париже, который называется, вообще-то в еврейской традиции употребляется парижский субтермин. Мишпат Париж. Мишпат Париз. Еврей продолжает произносить по старинке название города. Значит, там Николас Донин ставил вопрос так, что Талмуд – это место, где поносят христианскую веру, и вообще это нехорошая книга. В Барселоне диспут проходил по-другому, и там другая была постановка вопроса. Опять-таки, со стороны христианской выступал очередной, тоже опять выкрестный, в общем, брат Пабло, фра, отец, он тоже монах, тоже выкрест. Но он как бы собирается совершенно по-другому ставить вопрос про Талмуд, и его позиции несколько более своеобразные, хотя, безусловно, странноватые. А именно, идея выглядит следующим образом, что на самом деле идея о том, что Иисус – это машех, то есть я для тех, кто не знает, просто сообщаю, что слово «Христос» в переводе – это перевод на греческое слово «машех». Буквальный перевод, вот дослойно, просто дословный перевод. Машеях-машах – это мазать маслом, как правило. По этому поводу, вот то, чем мажут, называется мишха, мазь, да, или масло помазание. Вот когда в Танахе переводят масло помазание, современная мишха – это просто любая мазь, слово «помазание». То же самое в греческом. «Христос» – это помазанный, а «крем» – однокоренное слово – это мазь. Это однокоренные слова. «Христос» и «крем» – это однокоренные слова. Ну, вот это просто для тех, кто не знает, это просто буквальный перевод с севрита на греческий слово. По этому поводу, откуда термин, я для тех, кто опять, я на всякий случай просто сообщаю, термин идет от того, что новый царь в династии, вот это правило, новый царь в династии, помазывается маслом в Иудее, маслом священному, храмовым маслом, а в Израиле, в Иудее, я имею в виду в иудейском царстве, когда царства были разделены, а в израильском царстве помазание было, значит, это называлось афорсимон, он же бальзамон, он же миро, миро благовонное. Это одно и то же все, это на разных языках, а все одно и то же. Значит, на иврите, бальзамон, кстати, чтобы было понятно, на иврите это боссом, это масло называлось, но оно самое дорогое, вот это миро, боссом на иврите, оно самое дорогое, по этому поводу боссом стало общим словом для всех благовоний, и для этого в более поздние времена было другое слово, которое называется афорсимон. Это все одно и то же, значит, но это в израильском царстве. Значит, если, значит, помазывается царь новой династии или есть сомнения в праве преемственности престола у наследника, то тогда его помазывают священным маслом, то есть царь-помазанник. Почему Давид регулярно называется помазанником, если бы его, честно, приводили в книге Псалмов, правильно переводить, то Давид, аль Давид Мсихеха, на Давида твоего помазанника. Всегда переводят аккуратно, но ежели бы приводили на Давида твоего Христа вообще-то тогда уж, ежели переводить, так переводить, вот последовательность, хотя, в общем, это, конечно, тяжелая ситуация, так нельзя переводить. Но вот, да, значит, так как я напоминаю, самая важная деталь, что Машех, которого мы все ждем, это царь народа Израиля, то, соответственно, хоть он и потом и к Давиду, но так как есть большой перерыв власти, нужно будет сделать так, чтобы никто, кто сомневается в его праве на престол, прекратил сомневаться, нужно будет провести обряд помазанья, то восстановленная династия должна начаться с обряда помазанья, то есть он должен быть Машехом. Да, чтобы было понятно правило, если царь законно, если царю наследуют его сын, его помазанья не проходят по еврейским правилам. Вот если идет непрерывная хорошая цепочка наследования, без несомнения, ни в одном пункте, то помазанья больше не проводятся, помазанья проводятся над первым царем династии. А так как тут есть перерыв, то надо будет провести обряд помазанья, потому что, чтобы вышибить из голов, а может быть, он незаконный ответ, какая разница, его уже помазали, он уже царь, вы о чем? Вот это официальное введение в царство. С этого момента вы могли сомневаться до того, как мы его помазали, и как только мы помазали, сомнения должны быть прекращены, он объявлен царем. Значит, брат Пабло, его идея состояла в следующем, что в Талмуде верят в то, что Иисус это Машех и есть. Вот это идея его. Это новая, свежая, оригинальная идея брата Пабло, который решил это доказать публичным доспытом в диспуте в Барселоне. Перед царем, значит, идея выглядит так, что ежели, значит, тогда, если евреи оказываются в Талмуде уже, они, толмудические авторы, они как бы верят в Иисуса, то тогда все евреи вероотступники. На самом деле они когда-то были христианами, а теперь они вероотступники от христианства истинного, которым они когда-то были. Мысль любопытная. Диспут известен в нескольких изводах в латинском со стороны брата Пабло и со стороны Нахманида, который составил этот отчет об этом диспуте спустя пару лет по заказу кого-то из царей при этом. Он сам не собирался это делать, но он моментально распространялся. Дело в том, что диспут интересный. В части, вот, он переведен на русский, по-моему, дважды уже, или трижды даже переведен. Его можно найти, ищите в интернете диспут Нахманида. Значит, если вам нужен, на русском языке наберите диспут Нахманида. Он переведен раза три. Передо мной очень достойный перевод. Я его посуравнивал с оригиналом. Ну, удобнее читать, чем переводить с листа. Мне все равно удобнее читать по готовому переводу. Перевод мне нравится. И это перевод кого? Аркадия Красильщикова. Значит, мне нравится, ну, во-первых, тем, что все-таки грамотный человек. Он грамотно знает, как употреблять латинские термины, которые иногда появляются в диспуте. И вообще грамотно переведено. И хорошим русским языком переведено. Мне нравится это перевод. Значит, еще раз. Я видел еще парочку, по-моему. Книга любопытная. Именно вот, на самом деле, меня будут интересовать два пункта в этой истории. Я не буду активно его изучать. Да, сразу скажу, что начинается вообще изложение с некоторой замечательной гадости, которая явно к еврейскому изданию была написана, а не для христиан. А цитата из трактата Сангедрин, того самого, который вот после этого диспута, вот после этого диспута, было постановление о том, что это место должно быть выборо, выморото из Талмудов. То есть, на самом деле, был список 50 там с чем-то мест, которые из Талмудов следует вымороться из всех Талмудов. Это вот после вот этого барселонского диспута. Значит, в этом послании оно начинается просто с цитата вот такого вот места. Значит, в трактате Сангедрин сказано, пять учеников было у Ешу, Матай, Накай, Нацер, Бонни и Туда. Привели Матай и сказали, неужели Матай будет убить. Они ответили, да, Матай умрет, ибо написано, когда умрет, погибнет имя его. Значит, Ешу ясно, что там за анекдот. Это анекдотная такая агода по поводу того, что у Ешу, то есть у Иисуса, было пять учеников. Значит, имена перечислены. Дальше говорится следующее. Ну, Матай – это понятно, что это Матия, это Матфей. Это вот очевидность совершенно в этой истории. Значит, и приведена цитата, что… Приведел спорт цитат. По одному говорят, значит, что Мати не может умереть, потому что написано Мати, Матай, да? Матай придет и увидит лицо Божие, поэтому он как бы бессмертный. Сказали, все равно его надо казнить, ибо написано Матай ему два бачмо. Когда умрет, опять вот тоже самое Мати, и пропадет имя. Дальше, вот все пять учеников, вот такая вот спор двух стихов приводится. Один положительный, один отрицательный. И всюду написано, что он умрет. Но далее, к чему вся эта цитата здесь у Рамбана? Она вот хорошо спрятана. Раша поясняет, пишет Рамбан, что последовательные Еши были близки к властям и приходилось отвечать на их вздорный вопрос. Это такой эпиграф. То есть как бы эпиграф, который Рамбан выбирает, что из-за какого-то типа приближенного власти мне приходится отвечать на вздорный вопрос. То, чем он здесь пишет, опять. Вот интеллигентный человек, его эпиграф и гадость, которую он только что сказал про Француза Рамбана, надо просто знать источник и понимать, что он хочет сказать. Этим приводит источник. Во-первых, он написал, что он сдох, а во-вторых, привел цитату из Раша по поводу того, что я должен отвечать на всякий вздор по этому поводу. Вот одной цитатой все этот номер проделал. Это просто вот о характере. Рамбан вообще человек характера взрывного, едкого и вредного. Значит, очень интересный человек. Дальше по поводу самого спора в содержательной части, когда брат Пабло стал говорить что-то на эту тему. по поводу того, что в Талмуде, значит, он излагает позицию, что в Талмуде изложена вера в приход Христа, Ешу, Иисуса, как Христа. На что Рамбан начинает… Давайте Нахманит, я буду говорить, чтобы не путаться с ними. Нахманит отвечает… Нахманит – это бен Нахман, греческое построение. Прежде чем мы будем обсуждать, я попрошу брата Пабло пояснить, как можно доказать с помощью Талмуда такое. Ибо известно, что Ешу, Иисус, жил во времена второго храма. А Талмуд написан позже. Талмуд, Мишна, 220 год, Талмуд, приблизительно 500 год. И если все эти ученые, вот зачитаю, если все эти ученые верили в то, что Ешу Машех, то, что он истинно, истинна его вера, истинна его религия, то как же они остались евреями? Как они остались иудеями? Можно узнать? Вот прежде чем начать это говорить, обсуждать эту тему. На что, почему они не крестились и не обратились к религии Еши, как это сделал брат Пабло, потому что он выкрестил. Но брат Пабло послал он и сказал, что это попытка сорвать диспут. И дальше начал приводить Агаду. Значит, Агаду, где краткое содержание, все источники Агады более-менее сводятся к тому, что Машех, он родился... Ну, вот знаменитая Агада про то, что Машех родился в день разрушения храма. Еврей прекратил пахать, и был разрушен храм. Сел он оплакивать храм. В это время, говорит, еврей, вставай из-за пригибыга, и выродился Машех. Вот довольно знаменитая Агада. Одна из самых знаменитых. Запряги корову, запряги плуг свой, родился мессия ваш. Отвечает Рамбом, Нахманит Рамван, я не верю в эту Агаду, но она подтверждение моим словам. Что касается этой Агады, то она или не верна, или же имеет какое-то другое таинственное толкование. Вот я хочу обратить внимание. Вот первый раз произнесена фраза, что Агада либо не верна, либо имеет другой смысл. И на самом деле я хочу остановиться именно на этой теле, потому что сам спор довольно прозрачный, что позиция брата Пабло неудачная. Потому что действительно этот аргумент, он как бы безнадежный абсолютно. Потому что, ну, ежели евреи верят в это, то почему они, то мы, это самое, авторы Талмуда верят, почему они не христиане. Это действительно непонятное место. Но, тем не менее, там обсуждается серия Агады на эти темы. И вдруг в какой-то момент Рамбан в первый вечер говорит, я не верю в это Агаду, либо она имеет другой смысл. А во второй день происходит следующее. Брат Павла привел одну из книг Агады, где говорится, что в день разрушения храма родился Мессия. Я сказал, что я в это не верю. Тем не менее, это подтверждает мою мысль. Моя мысль, которая состоит, состоит в том, что тогда этот Мессия не Ешу, потому что Ешу к тому моменту уже лет за 30, как умер, как вы, о чем? Но даже ежели вы принимаете это Агаду, все равно она хронологически не попадает сюда. Но вот это заявление Нахманида о том, что он не верит в Агаду, оно действительно вызывает тяжелое любопытство и на самом деле открывает большое обсуждение о статусе Агады. Обсуждение в литературе нового времени, потому что в старой литературе это обсуждается. Теперь я объясню вам, почему я сказал, что не верю в эту Агаду. У нас есть три разновидности книг. Первая – это 24 книги, называемые Библией, и в них мы верим безоговорочно. Это понятно. Вторая разновидность – это Талмуд, и он является толкованием заповедей Тори. В Торе имеется столько-то заповедей, и все они разъяснены в Талмуде. Мы верим в толкование Талмуда заповедей. У нас есть третья книга, называемая Медраж, то есть Церемонс. Церемонс – это проповедь вообще-то в принятой тогдашнем языке. Например, я читаю Рамбана. Например, если кардинал выступит с проповеди, и кому-нибудь из слушателя она не понравится, и она понравится, наоборот, и он ее запишет, то если кто-то верит в эту книгу, хорошо. Если кто-то не верит, то ему это не повредит. Иными словами, Агада – это то, что рассказывают друг другу. То есть Рамбан говорит следующее, что Агада, она не обязывает в нее верить, это в разновидность проповеди, которую слушатель может принять или не принять. И здесь вообще начинается действительно любопытный момент. Дело в том, что именно отсюда, собственно, вот эта позиция Рамбана открывает довольно серьезные споры о отношении самого Рамбана к Агаде и нашего отношения к Агаде. Потому что вот это категорическое, вот что хочет сказать Рамбан, что он вообще не верит в Агаду или что она его ни к чему не обязывает. И к чему она обязывает нас? И как нам следует ее понимать? Вот обсуждение вот в этом диспоте, в барселонском, открывает тему паном. И ситуация выглядит следующим образом. А вообще неплохо бы дать какое-нибудь определение слова Агаде. И тут выясняется, что хорошего объяснения слову нет. Вот существует несколько введений в Талмуд. И одно из самых знаменитых введений в Талмуд, оно называется либо Игарет Раф Шри Ра Гаон, либо введение в Талмуд Раби Шмуэля Ханагида. Введение в Талмуд Раби Шри Ра Ханагида это переписанные вообще-то тексты еще Гаонов. В основном Бен Хафн Гаона. Проблема в том, что он там, когда говорит про то, что такое Агадал, что такое Агадал, дает довольно странное определение. Он говорит, что Агада это то, что в Талмуде, это то, что не комментарий к это то, что не Галаха. Собственно говоря, это и есть определение. Вот есть Галаха, и есть Агада. Галаха это то, что закон, а все остальное Агада. То есть, как бы это на выборот некоторое. И вот это отрицательное определение Агады через отрицание, то есть Агада это все, что не Галаха, оно как бы более-менее закрепилось. и очень привычная вещь. Другой разговор, что непонятно, что с этим делать. выясняется следующее, что у Гаонов, Гаоны несколько раз в разных книгах, в разных посланиях писали про то, что они в своих галахических суждениях никогда не опираются на Агаду. и что Агада как бы всегда вне их обсуждения. То есть, правило о том, что мы не учим из Агады, имеет в виду следующее. Ломури Минга Агада не учат. В Ломы Кхиши Минга Агада еще при даче к всему и не опровергают из Агады. Оно, это правило, оно очень часто повторяется во многих случаях. Сейчас я попробую сочетать какой-нибудь образец. А может быть, и не надо. Смотри, есть ли у меня где-нибудь поблизости какая-нибудь подходящая цитата. Мишка. Сейчас я просто смотрю, найдется ли у меня просто готовый сборник, готовая подборка цитат на эту тему или все-таки это просто текст Мишпад Париж. А это что? Да, это совершенно из другого выбора. Что-то было, я помню, что я подготовил это, то самое должно быть. Ну, как-то, ну, ну, нет. Больше здесь нет. Нет, не здесь. Ага, 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 ладно, тогда придется на память сидеть. И где-то есть я потерял. Значит, в компьютере. Идея состоит в том, что ага, да, вот у гаонов правило выглядит не учат из агады. На самом деле это у гаонов, и эту традицию гаонов поддерживают североафриканские общины, восточные общины. На самом деле это правило не учат закон из галахи, не возражают агадой, не возражают на агаду. То есть правило то, что агада, она как бы вне обсуждения. Надо сказать, что в ажкинанских странах, например, традиция Тософота, то есть традиция Прованса, Германии, как раз они из агады учат обычаи. И регулярно обычаи устанавливаются по агаде, то есть у них нет проблем с этим. Проблема, которая есть на самом деле вот о статусе агады, она куда более смешная, чем кажется. И мне кажется, что правильный подход здесь просто требует правильно, положительным образом определить, что такое агада. И начинается с простого обсуждения. Вообще слово агада обычно, традиционно, считается, что корень этого слова лагагита сообщать. И неоднократно, особенно в научных статьях, есть следующая идея, что агада, в том числе пасхальная, например, агада, это то, что сообщают публично Магидин. Глагол лагагит это нагад корень, нагад сообщает. Дело в том, что здесь есть проблема, потому что это определение, но то, что говорят, это очень плохо. И вот почему. Потому что Галаху тоже мы видим. Галаху тоже. Вообще, если вы посмотрите на стандарт проповеди времен Палмуда, то в субботу всегда есть большая проповедь в синагогах в те времена. И там первая половина и большая часть ее именно Галахане Агада. Это тоже то, что существует устно. То есть утверждать, что Галаха это то, что существует письменно, агада это то, что существует устно, это не соответствует времени. Талмуда это не соответствует мыслям. По этому поводу вообще вот этот вопрос, почему Агада так называется, потому что вы не можете противопоставить ее Галахе. Более попытка сказать, что Галаха это то, что бесспорно, а Агада это то, что можно спорить, это тоже плохо, потому что любой человек, который читал Талмуда, знает, что весь Талмуда построен спором вокруг Галахии. Это именно галахические споры. Поэтому это тоже очень слабое какое-то бы сказание. мне кажется, что есть один простой выход из ситуации, которую надо понимать, что вообще-то есть два слова. Агада через первый Хэ и Агада с первым Алмудом. Обычно говорят, что это одно и то же слово, и Агада через Алмуд это написание Иерусалимского Талмуда. Тут надо знать просто, что Иерусалимский Талмуд как слышится, так и пишется. То есть они это, а слышат они, значит, мы твердо знаем, что они не произносят Аллафов, они глотают первые Аллафы, они не произносят Хэ, то есть они не отличают Аллафа от Хэ от слова вообще, они не произносят Шэ, а вместо него Сэ. По этому поводу, например, один и тот же человек в Вавилон Талмуде всегда Раби Шимон, а в Иерусалимске всегда Раби Симон, просто всегда. В Вавилонском Талмуде Раби Лезер, в Иерусалимском Лезер, Раф Лезер, Лазер. Это вот это произношение, где вот этот первое С сглатывается, краткое иерусалимское произношение. Оно, кстати, сегодня в Иерусалиме произносят, предпочитают краткие произношение, например, правильно «махне-ягуда», а в Герусалиме «махне-ягуда». То есть оно и в современном обретении Иерусалим тоже к сокращениям стремится. Причем не «алимх» и «хадашим», это иерусалимское произношение. Оно немножко отличается от других. Значит, по этому поводу «хагада» вместо первого «хэ» они произносят «алавта», они еще и пишут так. Это свойство «ярусалимского талмута». Действительно, оно такое. Есть одно и то же слово. Фокус вот такой. В арамейском языке есть глагол «агад». Значит, в иврите глагол «агад» — это корень «нагад». «Нун» выпадает почти всегда. Значит, может быть, слове «нагид» сохраняется. Значит, «нун» выпадает почти во всех формах. Значит, в араме и это сообщает вообще-то основное значение. И так это воспринимается. Значит, а глагол «агад» в арамейском — это скрывать. закрывать-скрывать. По этому поводу агада, ежели это арамейский корень, то это что-то тайное, что-то скрытное. Вот есть явное — это галаха, то, как и будет. Агада — это то, что скрыт. Если корень арамейский, то тогда это раскрытие тайна. Тогда, как только эта мысль появляется, мы опять обращаемся к библейскому ивриту, открываем любимую книжку «Конкордация», то есть там, где все ивритские слова приводятся и смотрим все употребление глагола «лагогид», «горен нагад», по всему там. Работа неподъемная, там 360, по-моему, случаев, плюс. Это очень много и проверяет все источники довольно трудно. Но мы довольно быстро обнаруживаем несколько ярких мест, где «лагогид» — это открыть тайну, открыть скрытое. Например, в книге «Эстер» «Келоегида Эстер» «Эстер Эт Ама», ибо Эстер не раскрыла своего народа. Вот не рассказала, не поведала, а не раскрыла, то есть сохранила в тайну. «Лола Гагид» «Сохранить в тайну». В книге «Йоны» «Киегид», ибо он сказал, что он от Бога бежит, то есть он открыл им тайну, что он бежит от Бога. Очень хорошо вот такое понимание раскрытое, например, в апразе «И сказал Яков ангелу, Егиданашмеха, сообщи мне свое имя, открой мне свое имя». Внимание, что как раз здесь вот этот оттенок, вот я хочу заметить, что Лола Гагид, конечно же, это сообщает, но вот этот оттенок сообщать неизвестное, раскрывать тайну, вот этот оттенок семантического поля, то, что называется в науке, он очень, очень сильно в глаголе Логогид, он в библейских всех употреблениях этот оттенок всегда есть. Логогид – это сказать неизвестное раннее. Ло Логогид – это сохранить в тайне. Значит, и сказал Юсеп Фараону, «Сны Фараона это одно, то, что Бог хочет Легагид Лефаро, раскрыть тайну Фараону». Вот Юсеп приходит рассказать, расшифровать сон Фараона. Легагид Лефараон, Бог хочет Легагид открыть тайну Фараона. Яков говорит, «И сказал Исраэль, Яков, зачем вы нанесли мне в рот, раскрыв этому человеку тайну, что у вас еще есть брат? Легагид лэ ищи». Что у вас есть брат. Он был возмущен, когда Юсеп стал требовать отдать его, предупредить брату. Яков говорит, Легагид, почему вы открыли ему это? Зачем вы раскрыли это? В псалмах, например, «Во еди душа маэм цитко» и поведали небеса о его справедливости. Открыли тайну, раскрыли справедливость, это справедливость божественного суда требует раскрытия. И таких примеров я могу множить просто, достаточно много этих примеров. По этому поводу тогда, если Агада вот это тайна, это тайное учение, то тогда становится понятно другая вещь, что с этого момента как аргумент Агада она никуда не годится, как аргумент в споре. Почему? Потому что это тот, кто говорит, он говорит, что он раскрывает какую-то тайну, которая сокрыта и которая на самом деле должна оставаться сокрыта. Это недоказуемый аргумент. Вот это некоторая такая вот фундаментальная вещь, что Агада это человек открывает скрытое или пытается, вот то, с чего Рамбан говорит, пытается вскрыть скрытое. Более того, это на самом деле становится довольно серьезно. И теперь трактовка Агады, каждый раз, когда мы к ней приступаем, каждый раз, когда мы сталкиваемся с Агадой, при таком подходе нам нужно понять, что пытается сказать нам человек, потому что как бы Агада предпочитает говорить тихо, Агада предпочитает мир тайны, а как мир тайны, когда мы говорим про тайну, то с этого момента она теряет статус аргумента. Вот теперь значит Рамбан чуть-чуть по-другому говорит, он говорит, что это как проповедь. Вот есть правило такое, что проповеднику Лемаги проповеднику не возражают, с проповедником не спорят. правило, что он как бы он на кафедре имеет право нести все, что хочет. Я хочу заметить, что обычно вот когда-то во времена ОНЭ в веке XVIII-XVII были такие люди, которые странствующие проповедники. Это было довольно любопытное зрелище. Проповедник приезжает в город, значит, расклеиваются объявления, у него есть некоторая группа поддержки, которую он привозит, кстати. Он заручается согласием местного раввина, что ему дадут право выступить, он выступает. Как правило, не очень образованные, кстати, люди, эти магиды. Когда вы видите фамилию магид, человеком как раз это означает, что его предок, который получил фамилию именно этой деятельностью и занимался. Люди не очень просвещенные, как правило, по причине того, что это скорее умение читать проповеди, отдельный такой, это ораторское искусство. И у них, кстати, очень маленький набор был этих проповедей, просто по причине того, что они ездили из города в город, это не сегодня, когда вы можете посмотреть в интернете, что вчера говорил такой-то. В каждом городе он читал одно и то же. У него там был короткий список, более-менее привязанный к календарю обычно. Отсюда такое количество, кстати, проповедей, хороших проповедей к праздникам. И вот эти самые. Но правило выглядит так, ему не возражают. Он как бы собирает сам, что он хочет сказать. Единственное, что ему требуется для его деятельности, это хорошие рекомендательные письма. То есть я очень люблю эту историю про такого магида очень сомнительного нрава, который приехал в город и попросил прочесть проповедь, на что ему Равен отказал. Говорит, у тебя репутация дурнодонелись. Он сказал, что я, говорит, ни слово не соответствующее правилам веры, не говорю. Почему же вдруг нет? На что Рав сказал, что абсолютно кошерная курица в некошерной кастрюле не варит. Такое последовало заявление. Ну, в общем, он должен иметь хорошую репутацию. Это главное. Но попытка возразить человеку, который вот такой текст считает, всегда как бы не приветствует дурной пау. Заткну человек, который попытается это сделать. Ну, принято мешать. Рамбан, на самом деле, вот это где-то и говорит, что это как проповедь по этому поводу хочешь принимай, не хочешь не принимай. на самом деле все немножко хитрее. Вот это вот как бы идея о том, что с годой можно обращаться, хочешь принимай, не хочешь, не принимай. Ну, во-первых, так не принято. Обычно ведутся чуть-чуть по-другому с годой. А году, которую не согласны по каким-то причинам принять, обычно говорят, я ее вот в точности как крамбан. У нее какой-то другой смысл, я его не знаю, я его не вижу. Это совершенно нормально. Вот есть такая года, да, есть такая года, и все. Но более того, регулярное обсуждение исторических каких-то сообщений Талмуда о древней истории, не времен Талмуда, а древней истории. Насколько нас это обязывает? С точки зрения Шмуэль-Ханагида это года, это же не Галаха. Значит, является ли это хорошим историческим источником? В том смысле не того времени, когда это записано, а вот там в каком-то году произошло то, за 500 лет до Талмуда. Здесь как бы вас это не обязывает никто принимать как буквально, вы можете принимать это не буквально, с таким же успехом. То есть, как бы, Агада это на самом деле я хочу сказать одну довольно важную вещь. Агада это душа иудаинцев. Это вот и есть душа, это и есть на самом деле изложение еврейской религии, как она есть в смысле души, а не поведения. Знаете, есть правило, которое высказал Мире. Мужчина и женщина едины телом, как мы знаем, в Игиле, Басар и Хат. Это про Адама и Египа сказано. И становится, поэтому человек прилипляется к жене, поэтому муж и жена едины телом. Значит, отсюда он говорит следующее правило свидетельских показаний. Супруг может высказать о том, что чувствует его супруг или супруга, но не может высказать, что они думают, потому что они едины телом, но не едины мозгами, но не едины разумом. То есть у них чувства, они чувствуют друг друга хорошо, кто что чувствует. Так вот, Агада это некоторая именно область чувств. А по этому поводу сказать, что думает Агада, это некоторое занятие. Хотя при этом именно это и есть живой иудаизм. Он именно вот в этой Агаде. Вот суметь как-то вот это нематериальный дух, если хотите душу всей этой логической литературы, которую передают через Агаду, как бы с этим невозможно работать как аргументом, но это нужно знать, этим можно оперировать, на это можно ссылаться, но это не можно положить доказательства. И, собственно говоря, это то, чего по-моему большинство авторов, которые обсуждают Агаду, я не обсуждаю тех диких людей, которые говорят, что все, Агаду надо понимать буквально, про этих еще Рамбом, Маймонит, который высказался по поводу дикари, обозвал их там не очень дикарями, потому что нормальный человек не может всерьез воспринимать некоторые вещи, явно это самое. Плюс ко всему в Агаде мы там встречаем явно литературные басни, например, Раби Мейр, как известно, знал 300 басен о лисах. Это тоже Агадану, нельзя же всерьез воспринимать говорящих животных, да, вы прекрасно понимаете что-то им сказания какие-то. Но где-то Агада она вот туда попала. При этом я еще раз хочу заметить, что Ашкенатская традиция, достаточное количество обычаев на самом деле якорь у них в Агаде. Сефардские авторы до сегодняшнего дня считают, что Агада плохой источник для Галахии, для обычаев. Хотя с другой стороны, например, Ашкеназы, я другой пример приведу, Ашкеназы с легкостью ссылаются на что-то, как на установленные обычаи, не видят нужды это доказывать. Обычаи. Если вам нужны доказательства, доказательства достаточно, что я вам письмом сейчас источник покажу, что в такой общине такое обычаи будет. Это не значит, что я обязан придерживаться этого обычая, но если я его придерживаюсь, у меня есть доказательства, что это древний обычай. С вас хватит. У меня есть аргумент, что это древний обычай. хватит. Для ашкеназских авторов это норма абсолютно. Для сепардских авторов, если обычай не имеет корня в Талмуде, то он неправильный. В результате они всегда пытаются в любом обычай найти источник в Талмуде. Ашкеназам это не требуется. Это разница между двумя общинами. Но вот надо заметить, что для меня вот этот барселонский спор, барселонский диспут, диспут Нахманида он же, он оказывается важным, потому что действительно он открыл тему, которая была закрыта у Гаонов, и опять обсуждение статуса годы для дальнейшего оказалось в общем довольно важным. и оно повлияло Агаду вообще-то ну вот смотрите, один из самых первых среди ахроним, первый среди авторов науверене это Магарша. Значит, Магарша написал, он знаменит именно тем, что вся Агада Талмуда вообще-то первым, у него специальный комментарий только про Агаду есть, у него есть галактические комментарии, а гадические разделены, у него есть агадические комментарии, галактического очень мало кто читает, а агадический Агадат Талмуда его читают почти все, и там любое изучение Агады Талмуда всегда начинается с этой книги. Причем статус этого автора, он, конечно, автор нового времени, но при этом с ним не спорит. При этом у него авторитет, как будто он автор старого времени. Он, конечно же, теоретически с ним можно спорить, но это теория. И Агада как бы она вот, у нее вот такой статус появился, и он как бы более-менее закреплен. Он право Агады жить своей жизнью, я бы сказал, вот так. И книгам по Агаде тоже жить своей жизнью. В наше время, ну, я, смотрите, я тут уже у кого учился. Я предпочитаю школу, конечно же, Иоанна Франкеля среди академических авторов про взгляду на Агаду, но есть человек, который тоже евдокорист такой, есть еще автор про Агаду, один из самых любопытных, который ну, отдельный разговор о том, как он трактует Агаду и как он к ней подходит. Но сегодня вообще изучение Агады сильно развивается, хотя, в общем, большинство современных исследователей Агады женского пола. При этом, как-то не странно, у женщин это очень такое популярное занятие, есть несколько журналов, в которых практически одна женщина, а вторая. Почему, я не знаю, вот, с вас позволили, я не понимаю, почему. Я просто не понимаю, как подсложилось. Думаю, что исторически как-то сложилось. Я не понимаю, почему женщина. По мне, так, Агада, она мужское занятие, хотя с другой стороны. Не знаю, но вот исторически в наше время и Агада довольно любопытных есть. В наше время регулярно появляются и очень любопытные развиваются, скорее, методы анализа Агады. Такие любопытные. Но вот именно статус Агады как нечто тайное, нечто раскрытие сокрытого, он, ну, собственно, мне он нравится. Ну, вот где-то так. На этом я хочу кончить. Я не хочу продолжать рассказывать две книги, которые есть «Возражения христианской веры» Крескоса и Эйфоди. По-моему, они неинтересные. И спор с христианами об истинности христианской религии, я не люблю такие споры. Хотя, конечно, я видел эти книги, не то, чтобы я их изучал, я их пробежал там взглядом, что сказано, но две такие книги есть. И я хочу сказать, что от того, что я знаю, что такие две книги есть, это не значит, что их кто-то читал. То есть выяснилось, что среди моих знакомых, а там много читающих людей, эти книги никто не знает. то есть как бы евреи не читают таких книг, как выясняется. Ну, кроме каких-то специалистов, но обычно, как ни странно, эти книги мимо проходят. Но они вышли, они напечатаны, они существуют, но как бы невостребованы. Ну, вот где-то вот так. Да, и обе книги, которые я назвал, они прямо, ну, там, либо скрыто в заголовке, либо под заголовке, сказано, что это опровержение христианской веры. То есть авторы писали то, чего хотели писать. Они именно эти трактаты писали. По-моему, неинтересны. Но опять вопрос вкуса найдите, значит, еще раз, авторы Эфоди и Крескос, два человека, самые знаменитые книги на эту тему. Ну, вот так где-то. Да, оба супер серьезные философы. Оба. И Крескос и Эфоди. Ну, вот так вот. Вопросы есть? Да, если Нахманиду пришлось отвечать на вздорные вопросы приближенных царя, то что заставило этих двух авторов написать такие книги? Не знаю. Дело в том, что Крескос действительно имел дело с христианскими людьми довольно много. И у него был свой оппонент, который не остался из письменных трудов. Это Адмир из Бургоса. Он тоже выкрест. Он тоже выкрест. Но кажется, одна из очень важных идей главных книг Крескоса «Сверхгосподень» Оргашем она это идея Авнара из Бургоса. Это идея, которую он заимствовал у своего оппонента. Дело в том, что два этих автора они жили как раз в христианском мире. И я полагаю, что так как еще они жили в период очень большого количества моранов. И выкрест. Подозреваю, что это связано с этим. Как я подозреваю. Это связано с тем периодом, когда моранов было много. И я хочу сказать, что где-то вот следующий век после этих авторов, 16 век, после изгнания евреев из Испании, где в Испании сохранилось большое количество евреев, которые тайком соблюдают иудаизм, то они будут сбегать потихоньку из Испании. И там длинная, например, история, как в Нидерландах, в Нидерландах после победы над Испанией была объявлена свобода религии для всех религий, кроме католицизма. Вот сразу скажу. Она полная свобода, но кроме как для католиков. Ну, понятно, почему страна реформаторская. Так вот, как-то там по доносу властям накрыли тайное сборище католиков, которое при ближайшем отношении оказалось подпольной синагогой выходцов, сбежавших из Испании, которые считали, что здесь до сих пор запрещено им быть иудеями. Они крещеные были, это самое. И у них была тайная синагога по тому, как она была в Испании. И они с удивлением обнаружили, что как раз скрывать синагогу под видом католического собрания, это очень дурная мысль их посетила, что лучше бы они объявили здесь синагогу, потому что просто можно. И там в следующем веке вот эта тема выкрестов, возвращения в иудаизм выкрестов, вот эта тема, она набрала некоторую силу, там несколько историй связано с ними, типа Уриэля Дакосты, типа из самых знаменитых историй, это тот самый Шлома Молко, вообще-то секретарь королевы Португалии, значит, ну и так далее, там несколько историй, думаю, что это книги, которые были востребованы в тот период, потому что потом как бы могу сказать, что где-то вот после вот этого века маранов, когда их много возвращалось, они сбегали в Салонике, в основном Нидерланды или в Салонике, это Турция, потому что туркам переход евреев из христианцев назад в иудаизм им в общем до лампочки, да, это турки, в Салонике такой, ну вот такой один из очень важных городов для этой цели был, то есть Турцию, значит, тогда эти книги были, наверное, актуальны, где-то вот после этого века возвращения маранов, а их довольно много вернулись, кто убегали из Португалии, из Испании через некоторое время, как бы выкресты стали отрезанным ломтем, и как бы их редко кто пытался вернуть, потому что в общем иудеи считали ровным местом вот это знаменитое высказывание, ой, кто же это был, из профессоров Санкт-Петербургского университета, выкрест был, самый знаменитый, не Лурье, а, забыл фамилию, сейчас я вспомню, кто, но когда его спросили, когда он принял, когда он крестился, то его сказали, что вы наконец-то осознали того, насколько христианство лучше иудаизма, на что он сказал, что я вообще-то всегда знал, что лучше быть профессором в Санкт-Петербурге, чем евреем где-нибудь в местечке, вот, то есть он совершенно нагло сказал, что все это для должности, ну, и так далее, как бы после этого это было не очень актуально, работа с выкрестами, потому что евреи как бы считали, что вряд ли он это сделал по соображениям религиозным, я не знаю, насколько неправо это, я говорю, как представляли, я не говорю, что это так оно и есть, я говорю, как это представлялось, вот, и как бы эти книги были не востребованы, хотя там, скажем, они были востребованы во многих странах, например, в том числе во Франции, в Италии, долгое время было обязательное присутствие евреев во время проповеди, во время воскресной проповеди. Евреи обязаны посещать воскресную проповедь церкви, это во многих итальянских государствах был закон, он от папы идет, и во многих странах он иногда появлялся, может быть, там это было, актуально, может быть, для тех случаев. В Восточной Европе в общем это не очень как-то практиковалось, ну просто потому, что проповеди Восточная Церковь греческая, ортодоксальная, я имею в виду, не практикует воскресные проповеди в большинстве церквей. Как бы это нет этого жанра, но вот так. Спасибо. Тогда мы перейдем к следующей части книги сейчас сейчас я только открою с вашего позволения в следующей части Продолжение следует...